Добрый день. Я могу пояснить, что для Крыма, для Республики Крым, в связи с тем, что переходит на новый формат правового поля РФ, это на самом деле новая организация. Хотя исторически сложилось, что при Минстрое и Российской Федерации есть одноименное учреждение, федеральное автономное учреждение Центра ценообразования. И, соответственно, в каждом субъекте Российской Федерации этот центр присутствует. Основные цели задачи этой организации, это, естественно, контроль за эффективностью и правильностью использования бюджетных средств всех уровней. Это, соответственно, своевременный мониторинг строительных материалов, машин, механизм, то есть всей номенклатуры затрат, которые необходимы для правильной, актуальной составления смертной стоимости объекта. Ну и, соответственно, в рамках госзадания наша организация и выполняет эти функции. Мы работаем уже не месяц, где-то порядком двух месяцев. И, в принципе, я считаю, что очень прогрессивно и оперативно сделали много шагов в уверенном нам направлении. Ну вот один из главных шагов – это Ваша встреча с ведущими представителями строительной сферы. Сейчас речь идет о Министерстве строительства и строительных компаниях. Вот хотелось бы знать, что тогда обсуждалось, то есть что было предопределено на этой встрече? На самом деле работа Центра ценообразования невозможна без четкой, оптимальной обратной связи, корректной обратной связи. То есть формируя порядок цен на строительные ресурсы и машинные механизмы, мы непосредственно должны получать информацию от подрядчиков. То есть не имея этой информации, соответственно, актуальные базы мы не можем собрать. Поэтому нами было инициировано создание межведомственной комиссии, куда вошли порядком 30 специалистов от всех заказчиков, распорядителей бюджетных средств всех уровней и, соответственно, все строительные компании, то есть основные налогоплательщики Республики Крым. На этом мероприятии было четко установлено порядок взаимодействий между нами и, соответственно, заказчиком и, соответственно, подрядчиками, исполнителями работ. Вот каждая компания определила специалиста и мои специалисты, снимая нагрузку, скажем, юридическую и квалифицированную с этих компаний, мы выполняем определенный функционал по сбору этой информации. Как мы его только получаем, мы его систематизируем и на выходе сборник средних текущих цен, который позволит работать еще в следующем более прогрессивном методе, ресурсным методом рассчитывать смертную стоимость объектов. То есть самая главная задача – это создать вот такой сборник с ценами? Да, почему она на сегодня актуальна и считается самой главной? Потому что все, наверное, уже слышали, что мы находимся в конъюнктурной особенности полуострова, фактически острова, когда нет возможности материковым путем завозить строительные материалы, а в Республике Крым, соответственно, очень маленький складской запас остатков, который недостаточен для выполнения тех задач, которые возложены на Республику Крым по федеральной целевой программе. Поэтому для того, чтобы учесть вот эту логистику составляющую, чтобы денег было и немного в смертной стоимости, но, соответственно, и немало, чтобы подрядчики могли четко, корректно выполнять веренные им задачи и выдавать результаты по объекту, мы должны на сегодня выдать четкую конъюнктурную особенность и создать вот эти сборники средних текущих цен, которые будут учитывать и прямые затраты на материалы, и, соответственно, вот эту составляющую, логистику. Логистику? Да. Но, то есть, вот, конечно же, из-за логистики мы понимаем, что сейчас строительная сфера, она терпит какие-то убытки, но строительные компании, они не откажутся от работы, они будут продолжать, то есть эти цены будут удовлетворять и их, и государство, насколько я понимаю. То есть, вообще, в практике в России такое было, когда логистику учитывали? На самом деле, мы должны мониторить и брать те расценки, которые непосредственно находятся в регионе. Ну, предположим, мы в Крыму не можем взять расценки города Краснодара или города Владивостока, потому что везде вот именно вот эта составляющая логистика, то есть, это транспортные расходы, они везде разные. Потому что производители могут находиться как в центральной, так и в южной части, так и в северной части Российской Федерации, и составляющая всегда будет разная. Поэтому на сегодня мы столкнулись с тем фактором, что непосредственно в Крыму нет производителей, те, которые будут предлагать материал уже здесь, рядышком со стройплощадкой, скажем так. Да, вот эту самую главную проблему. Поэтому возникают как раз вот эти вот спекулятивные моменты, которые мы видим на сегодня, когда, если абстрагироваться от конкретных цифр, то, что стоит в Краснодаре тысячу, здесь стоит три тысячи рублей. И при составлении сметы, при соответствующем объеме, это выходит в очень большие финансовые потери для бюджета Республики Крым. Да, и тем более у нас есть цементоперерабатывающий завод. Вот он никак не спасает, допустим, цементом, не снабжает полуостров в достаточном количестве? Ну, для сегодняшней стройки недостаточно тех объемов, тех ресурсов, которые находятся внутри Республики Крым. Плюс к тому, на международном форуме, который не так давно состоялся в Ялте, это четко было проговорено и обсуждалось, что стройка не должна нарушить тот экологический баланс полуострова, который мы имеем на сегодня. То есть это все-таки курортная зона. Если мы начнем перерабатывать все ресурсы, которые есть у нас сегодня природные, это песок, который, кстати, еще и не идет на стройку, потому что здесь нет вечного песка. Если все-таки мы начнем на какие-то вспомогательные строительные моменты перерабатывать наши ресурсы, вы представляете, какие деньги будут сюда направлены для того, чтобы полностью построить тот красивый цветущий сад, который мы хотим видеть в Крыму. Поэтому будут материалы завозиться извне. Вы сказали, что самая главная сейчас задача перед организацией создать такой сборник с ценами. Но когда он будет создан? Потому что мы же понимаем, до этой ситуации все равно строительство будет вестись на полуострове. То есть до каких пор спекуляция будет процветать? Мы очень оперативно работаем в этом формате. Буквально в четверг произошло то мероприятие, которое мы уже обозначили выше. Сегодня мы и специалисты выстраивают спочку взаимодействия. То есть в каждой организации, в каждом стане заказчика распределителя средств определяется этот специалист, который будет в нашем контакте. Поставлена задача до среды получить информацию со стороны противоположной. И я так думаю, до конца недели мы ее сформируем. И на следующей неделе мы этот сборник уже вынесем на утверждение. На Совмин. То есть времени совсем мало? Всего неделя? Совсем неделя. Задачи поставлены очень короткие. Сроки очень короткие и сжатые. Мы желаем вам удачи за это время действительно уложиться. И благодарим вас за то, что вы сегодня к нам пришли. Не переключайтесь, оставайтесь с Первым Крымским. Впереди еще много интересных тем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...